Всем привет. С вами канал Армания. Снова вышла я на улицу. Димочка еще болеет пока, но уже сегодня получше. Наконец-то он становится. Температура уже отходит у нас. Принимаем лекарства. Там она с малышом маленькая. Листья какие огромные. Я сейчас за заказом пошла. Потом покажу. Такие огромные листья. Там парк мы с вами гуляли. Или сквер. Скорая. Как мы на скорой ездили недавно. Правда без мига. Вот почему-то. А вон там труба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Приветики всем. Немножко охрипло. Смотрите, здесь бутылочка, которую я сейчас отсюда достала. Надо было, конечно, записать раньше. А, вот написано. 180 градусов. Не знаю, там надо переводить вот это чего-то. Где-то я ещё, по-моему, видела. Она держит 180 градусов. Сейчас я её прокипятила в кастрюле. Здесь у меня вот видно, там тарелка и ложка Димины тоже прокипятились в воде. А, вот. Вот тоже написано, что она выдерживает кастрюли. Это классно. Можно её прокипятить. Я планирую купить ещё на этой штуке 3-4. Только вот именно от маленьких бутылочки. Чтобы их кипятить. Потому что у Димы аденовирусная инфекция. И, короче, как-то так. Там надо всё кипятить, всё мыть, чтобы никакой инфекции, ничего не было. Она через рот передаётся. Короче, там чего-то такое, не знаю. Короче, как-то так. Короче, мы тут полы. Присела отдохнуть, попить кофе. Ой, пусть плю кофе. Колу. Такую вот колу купила без сахара. Думаю, попробуем. Там была ещё ваниль. И была ещё какая-то. Вот какая-то. Там, я не знаю, была ли акция на неё. Вот это была по акции. Ваниль я что-то как-то не захотела. Честно, вот без сахара кола... Блин, совсем другой вкус. Абсолютно не то. Просто кажется, как будто чёрная водичка. Немножечко совсем подслащённая. Вообще совершенно другое. Не понравилось, честно. Пришлось сейчас добавить кубик сахара. Хорошо, у меня была половина колы. И она прям начала так пенкой-пенкой-пенкой подыматься, подыматься. Прям вообще. Кстати, только сейчас через камеру увидела, кто это. Это, оказывается, тут Санта нарисовано уже. А я всё смотрела и думала, господи, да кто же это такой, а? Думаю, что это такой забор? Ну, какой-то... То ли вода, то ли пена какая-то. А это, оказывается, Санта. Вот. Такая. Сегодня мою полы новым средством. Таким вот. Такое у вас средство. 300 рублей стоит. Убивает микробы, вирусы, бактерии. Так ароматно пахнет. Обалденно прям. А, здесь что-то арома. Рома. Вот что-то там написано. Вот. А, вот с эфирным. Где вот вам? Вот с эфирным маслом сандала. Но на запах, кажется, такая сладкий грейпфрукт. А когда начинаешь уже мыть полы, пахнет уже каким-то, не знаю, конфеткой какой-то. Ну, классной. 500 миллилитров, 300 рублей. Классная прям пенка. И держит он хорошо пенку. И вот пенка прям остаётся... Ну, вот эта швабра, она прям отжимается даже плохо. И как мне нравится, когда моешь полы, остаётся вода. Ну, как бы, видно, что влажная. Не то, что даже влажная, а макровата даже. Мне, блин, мне так понравилось. Полы чистые. Надеюсь, что она убивает все вирусы. Очень на это надеюсь. Кстати, смотрите, тут какие-то вот подарки есть. Можно сканировать вот этот вот штрих-код. И вот здесь вот есть сам код. Может быть, кому-нибудь понадобится ввести. Ввести его там. Сканировать. Ввести. Не знаю. Надеюсь, вы его увидели. И что-нибудь выиграете. Что-нибудь такое. Я не буду сканировать. Не буду всё это делать. Потому что это всё долго затяжно. У меня, честно говоря, времени на это нет. Сейчас я буду... Там посуду надо помыть. Сейчас полы буду, короче, домывать. И тут новые бутылочки заказала. Четыре штуки. Стоила каждая по 150 рублей. И плотные. Выдерживают. Сейчас буду их готовить к ночи. Потому что у Димы ночью может подняться температура. Вот. Чтоб у меня в случае чего была водичка с собой. Вот это он уже попил. Я ему не даю. Потому что там микробы. Я лучше её вылю, прокипячу. Так я буду спокойнее. Вот. Здесь у меня тарелочка. С его стаканчиком кипятятся. Ну, будут сейчас кипятиться. А здесь у меня будут баночки. Вот эта вот ночная. Сейчас я всё заново прокипячу её. Как следует. Залью свежую водичку. И она будет в ночь стоять. А эти будут лежать, наверное, там в кастрюле. Вот. И здесь я купила орешки. Вот эти, кстати, орешки обалденно просто вкусные. Прям, блин, их как семечки грызёшь. Вот эти, конечно, тоже очень вкусные. Но я их перемалываю кофемолкой. Кстати, у меня сломалась кофемолка. Не помню, я вам говорила или нет. Вон она, вон там стоит. Она, короче, сломалась. И вдобавок я её затопила ещё. Но сегодня я купила уже новую кофемолку. Вот. И сделаю на неё обзор. Обзор обязательно на неё будет. И тут, кстати, вот на такую штуковину. Я тоже делала обзор. Но её есть нереально. Она как будто с камнями. И эти камни, это сушёная вот эта вот чёрная смородина. Пересушенная. Как камни какие-то. Просто ужасно. Невозможно. Я её стала добавлять в чай. Сейчас покажу. А, в принципе, её не будет видно. Тут я заварила чайничек. А, ну вон она, видите, там внизу. Сейчас, сейчас, сейчас. Чтобы меня было не видно. Так, блин. А вот. Видите, внизу лежит. Ммм, запах оттудово ароматный. С чаем, короче, ещё так ничего. Более-менее. Ну, конечно, 200 рублей. Честно говоря, проще самой всё это сделать было. С мёдом просто перемешать. А что, что там чего-то такое там обалденно вкусное? Нет, не скажешь. Вот пробовала сегодня вот с таким вот. Гринфельд. Гринфельд, что ли? Ну, да. С красненьким. Пробовала. Пробуем теперь чейно. Вот делать начну. Здесь у меня уже заканчивается бутылочка из-под мёда. Я обычно заливаю горячей водой. Закрываю. И вот пар подымается. И в виде воды спускается. Получается, что банка моется сама полностью. И плюс получается водичка медовая. Её потом можно добавить в чай куда-нибудь. С нею заварить чай. Там какой-нибудь в морс добавить. Или вот куда-то. Это мне ещё дедуля. Научил они. Мёд раньше гнали. Когда помоложе были. Решила вам записать. Вот он бутылочный супчик. Ой, такой вот. Так их стерилизую. Не знаю. Короче, надеюсь я правильно сказала. Здесь три бутылочки. Даже соска силиконовая. И та выдерживает такую вот высокую температуру. кипения. Бутылочка и крышечка от них всё выдерживает. Прям бутылочки классные. Они такие плотные. Хорошие. Прям качественные. Обалденные. Это вот от большой бутылочки. Здесь, кстати, есть такая штучка, которая продырявливает. Делает дырочку больше или меньше. Это удобно. Плюс три. И больше. Вот она. Здесь вот. Некоторых сто восемьдесят написано. Но это, наверное, какие-то другие, может, бутылочки. Не знаю. Тут на английском почти всё только. Тут на русском. В адресе покупала за сто пятьдесят рублей. Классные прям. Мне очень нравится. Сейчас они покипят. Они у меня новенькие вот эти. Одна, по-моему, только старенькая. Вчерашняя. Я заказала их пять. Но забралась только четыре. Ну, я, в принципе, так и планировала. Вчера им нуждается на микрухин жизни. Я не знаю. Здесь естьатятうん. Продолжение следует...